В Азербайджане борьба с коронавирусом приносит плоды. Число излечившихся от COVID-19 превышает количество новых заражений. Так, за последние сутки инфекция была выявлена у 108 человек, в то время как 131 человек недуг побороли. Жизни двоих пациентов спасти не удалось. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба при Кабмине. На данный момент количество активных больных в стране составляет 1787. В Соединенных Штатах, где фиксируется наибольший рост числа инфицированных COVID-19, за сутки выявили свыше 55 тысяч случаев заражения. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса. Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране превысило 7 миллионов человек. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в Штатах используют зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать. Собственный препарат, по его словам, планируют создать в начале или середине октября. В Иране резкий рост числа инфицированных привёл к решению отменить религиозные мероприятия. За последние сутки от коронавируса там скончались 172 человека. На фоне начинающейся второй волны пандемии коронавируса в ряде стран Европы продолжают ужесточать карантинные меры. В Германии зафиксирован максимальный прирост заражений COVID-19 за пять месяцев. Немецкий город Хамм стал очагом пандемии в стране. Только в пятницу число новых заражений достигло почти 100 случаев на 100 тысяч жителей. Виной тому проведение свадьбы. Что касается возможного ужесточения мер по борьбе с инфекцией, то глава Минздрава выступает против введения обязательного ношения масок по всей Германии. Штрафы от 1000 до 10 тысяч футов вводят Великобритания за нарушение правил самоизоляции. Судя по развитию эпидемиологической ситуации в стране, угроза повторного локдауна становится всё более реальной. О распространении режима локдауна в Мадриде объявила председатель правительства Исабель Диас Аюсо. Самоизоляция, которая уже действует в 37 районах города, охватила ещё 8 районов. Теперь в режиме локдауна живут около миллиона из 7 миллионов жителей испанской столицы.